Это брат Джон. Джон, как дела? Я разговаривал с ним по поводу христианства. Я рассказал ему все, что мог об исламе. Но у него возникли вопросы, и он пришел задать их. Почему ислам – это истина? И почему учения христианства ошибочны? Отлично, позвольте, я для начала выпью немного воды. Сейчас я подойду. Да. Да. Завершил? Да. Расслабьтесь, у нас дружеские разговоры – это не дебаты. Вы можете свободно задавать свои вопросы. Мы все здесь желаем вам блага, мы здесь не для того, чтобы спорить. Итак, вы христиане, верно? Да. Что это значит? Если вы не против, скажите, пожалуйста, какие вы христиане? Католики, протестанты, баптисты, мормоны. Мы католики. Католики? Здорово, давно не общался с католиками, так что здорово. Верите ли вы в то, что Иисус был Богом? Он был Сыном Божьим. Он был Сыном Божьим. Это то же самое, что и Он тоже был Богом, или нет? Да. Хорошо, я просто хотел уточнить, расслабьтесь. Итак, согласно вашим словам, есть Господь, Он Отец, затем есть Господь, Святой Дух, затем есть Господь, Сын и еще есть Матерь Божия, Мария, верно? Итак, эти три божества одно целое или три разных? Одно целое. Святая Троица. Подождите, легко сказать Святая Троица, но я хочу понять, что это означает, потому что я имел возможность посетить католическую церковь, баптистскую церковь и протестантскую церковь, и иногда их описание сильно отличается. Вот почему мне хотелось обрести ясность. Если, к примеру, Бог, Отец является Всеведущим, да, вы согласны с тем, что Он обладает знанием обо всем? Это и есть в Библии. Да. Тогда получается, что и Святой Дух должен быть Всеведущим, ведь они одно целое, так ведь? Да. Что-то вы не очень уверены насчет этого пункта. Что с вами? Вы согласны? Да. Так и Бог-Сын тоже должен быть Всеведущим, раз Он является частью Святой Троицы, верно? Вы согласны с этим? Да. Если и Бог-Отец, и Бог-Сын, и Святой Дух являются Всеведущими, и они знают обо всем, хотя они являются тремя разными личностями, объединенными в одно, как об этом мне сказали католики, но тогда возникает вопрос. Вы читаете Библию? Иногда. Да. А вы что, не читаете Библию? Какие же вы католики? Ладно, шучу. Евангелие от Марка, глава 13, стих 32. Дома можете сами посмотреть. Текст тот же самый, что и в католической Библии. Никто не знает того дня и часа, ни ангелы на небесах, ни сын, а лишь один отец. Если сын не знает о том часе, как он может быть всезнающим? Позвольте задать вам еще один вопрос. Хотите получить базовые знания в диспуте с представителями всяких идеологий, таких как феминизм, материализм, либерализм, секуляризм? Или, быть может, вы хотите просто получить ответы на современные вызовы исламу? В свет вышла книга, которая дает достойный отпор нападкам западной пропаганды. Автор – Даниэль Хакикаджу, выпускник Гарвардского университета. Он блестящий полемист, всегда отстаивающий право мусульман оставаться самим собой, не подстраиваясь под повестку, которую нам навязывает Запад. Заказать книгу вы можете по ссылке в описании. Евангелие от Марка, глава 11, стих 13. Увидев вдали покрытое листьями инжирное дерево, он подошел посмотреть, нет ли на нем плодов, но не нашел ничего, кроме листьев. Время же для сбора инжира еще не пришло. Как Бог может смотреть на дерево с листьями и думать, что там есть фрукты, и при этом не знать, есть ли там фрукты или нет, а затем он подходит к дереву и видит, что там нет фруктов. Есть ли в этом смысл для вас, друзья? Нет. А ты, Джон, как думаешь? В этом нет никакого смысла. Мне нравится ваша честность, ребята. Вы классные и говорите честнее, чем католики в США. Вы слышите, католики из Америки? Эти ребята обладают честностью. Учти это, Дэвид. Итак, если в этой теории вы не видите никакого смысла, позвольте мне представить вам то, что имеет смысл. И посмотрите сами, будет ли это звучать логичным для вас, хорошо? Есть лишь один Господь, один Создатель. Как об этом говорят 10 заповедей. Не поклоняйтесь Идалам. Что гласит первая заповедь? О народ Исраиля, ваш Господь один. Господь один. Он любит нас. Он направляет нас. Он не посылает нам пророков. Авраам был пророком. Моисей был пророком. Дэвид был пророком. Иисус был пророком. Мир благословения им всем. Мусульмане, как и христиане, верят в чудесное рождение Иисуса. Его мать Мария была девственницей. Но Иисус совершал намаз, делал земной поклон. Люди говорят, что Библия называет Иисуса Сыном Божиим, верно? Сколько тогда сыновей у Господа? Один? Но посмотрите текст Ветхого Завета. Исход, глава 2, стих 22. Тогда скажи фараону, так говорит Господь, Исраиль мой сын, мой первенец. Это ваша Библия, не моя. Вы можете сами посмотреть текст дома. Получается, Исраиль старший брат Иисуса. Давайте поищем еще упоминания о сыновьях. Вторая книга царств, 7 глава, стихи 13 и 14. Речь идет о постройке храма Соломона, якобы Господь говорит с Давидом о его сыне. Давайте возьмем Псалтырь Давида, глава 2, стих 7. Это Ветхий Завет, это текст дорождения Иисуса. Давиду было сказано, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Достаточно вам сыновей, ребята? Могу найти вам еще. Иеремия, 31 глава, стих 9. Я отец Исраилю. И Ефрем первенец мой. Когда вы смотрите на все это, даже обращаясь к тексту Нового Завета, то можно увидеть следующее. В Евангелии от Луки подробно описывается генеалогия Иисуса. Напоминается, Джозеф, сын Хилая, сын Сета, а Сет, сын кого? Адама. Это Новый Завет. Так сколько же получается сыновей у Господа? Позвольте сказать мне следующее. А вы подумайте, отзывается это вам или нет? Есть лишь один Господь, все указанные слова, лишь термины. К примеру, когда вы идете к католическому священнику, вы говорите ему, прости меня, отец, поскольку я согрешил. Это не означает, что священник наш биологический отец? Надеюсь, нет. Но это просто такой термин. Или я могу подойти к тебе и сказать, сынок, иди сюда, я хочу поговорить с тобой. Я могу так сказать тебе, потому что ты младше меня, но я не имею в виду, что ты мой настоящий сын. Иисуса могли назвать сыном в лингвистическом значении, такое возможно, но не физически. Иисус не мог быть Богом, потому что он не имел знаний обо всем. Иисус не мог быть Богом, потому что он поклонялся Богу. Он склонял голову в земном поклоне и поклонялся Господу. Господь же не поклонялся Иисусу. Если их называют равноправными, то Святой Дух должен молиться им обоим. Но об этом нигде не упоминается, верно? Когда в Библии говорится, что никто не знает о часе, то в это число включен и Святой Дух, и ангелы, никто не знает о часе. В Библии говорится, что ни ангелы, ни сын, только Отец знает о часе. Мы, мусульмане, верим в то, что есть один единственный Господь, Создатель. Он не спасал людям пророков Авраама, Моисея, Иисуса, пророка Мухаммада, миром и благословением всем. Они были пророками, у них были чудеса, они пришли с посланием, но они не были Господом. Мы не поклоняемся Иисусу, мы не поклоняемся пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, мы не поклоняемся Давиду или Моисею. Мы любим их всех, мир и благословением всем. Что вы думаете о таком послании? Звучит логично для вас? Да, звучит логично. Спасибо за вашу честность, я оценю это. А ты что думаешь, Джон? Разве логична мысль о том, что Иисус Бог, но при этом Он Сын Бога, и при этом Он не является всеведущим? В этом нет никакого смысла. Вот вам и ответ, почему Ислам это истина. Спасибо. Что значит спасибо? Вы готовы стать мусульманами? Если все это звучит логичным для вас, и вы признаете, что Ислам это истина, почему бы вам не принять Ислам? Нам нужно подумать об этом. Конечно, нет никакого принуждения. Идите домой, подумайте. Я вам бесплатно дам книги, но позвольте мне кое-что искренне сказать вам. Есть такое явление в жизни, как культуры. К примеру, когда к религии относятся как к проявлению культуры. Я не был воспитан мусульманином. Я родом из исламской семьи, но я не получил исламского воспитания. Я посещал церковь, видите, сколько здесь отметок. Раньше я изучал Библию, я посетил синагогу и католическую церковь, был в храме у мормонов, в храме свидетелей Иеговы, был в индийском храме. Но когда я обрел истину, то мне было все равно, какая это культура. Я стал придерживаться истины. Когда ты находишь то, что имеет для тебя смысл, то необходимо оставить все бессмысленное, потому что в итоге ты будешь стоять перед Создателем. Твоя семья, культура, ты англичанин или американец, ничто из этого не будет иметь значения. Если это истина, прими ее. Понимаешь, что я имею в виду? Возможно. Хорошо, берегите себя, братья. Вам хорошего дня. Желаете экземпляр Корана? Желаете предисловия? Возьмите вот это. Этого будет пока достаточно. Прочтите их. Но еще раз прошу вас, молитесь одному Господу. Ни сыну, ни матери. Обратитесь ко Всевышнему и скажите, «О Аллах, наставь нас». Вы поняли? Спасибо вам. Вам хорошего дня. Спасибо вам. Я прочел все книги и готов двигаться дальше. Отлично, у вас есть все необходимые информации. Вы верите в то, что Господь един? Да, абсолютно. Вы предоставили мне очень серьезные и убедительные доказательства. Это невозможно отрицать. Отлично. Все это разумно, не так ли? Сможете сказать шааду перед камерой? Вы готовы? Нет, я не хотел бы перед камерой. Я правда не люблю камеры. Ладно, забудьте о камерах. Все хорошо. Вся хвала Всевышнему. Брат принял ислам за камерой. Продолжение следует...